Тем временем большинство молодых ленчан после окончания вуза в родной город не торопятся. Знают, найти работу будет очень сложно. И это в нефтегазовой столице республики. Как решают проблемы в районной администрации Ленской, какие крупные компании готовы сегодня брать на работу молодых, рассказывает Олеся Васёва. Возвращайтесь, вас всегда здесь ждут, говорят выпускникам. На деле оказывается, что не все специалисты по возвращению в Ленск могут найти работу. Эту проблему озвучили на ежегодном отчете главы района. Власти говорят, возможностей много. На Ленских территориях несколько подрядчиков крупных нефтегазовых проектов. Но брать молодежь они не торопятся. Хотя и подают списки вакансий в Центр занятости. Вот они, как раз идут два листочка. Вот этих вакансий у нас заключается в следующем, что обязательно высшее образование, опыт работы не менее 3-5-3 лет. И где? В нефтедобывающей отрасли. Удачный опыт в этом вопросе только у Сургутнефтегаза, одного из первых недропользователей района. На протяжении последних лет эта компания обучает выпускников ленских школ. Им гарантировано трудоустройство при выполнении всех условий договора. Сургутнефтегаз раньше предоставлял нам 20 мест для Ленского района. Но, к сожалению, они уменьшили свою квоту до 15. Но в прошлом году было набрано 13 студентов. Это, скажем так, немало. Есть свой опыт подготовки кадров и в акционерной компании «Алроса». Здесь не только обучают студентов и гарантируют трудоустройство, но и выплачивают приличные стипендии за успехи в учебе. А стипендиат компании имеет куда больше шансов занять престижную должность. Традиционно мы стараемся заключать договора со студентами, обучающимися по профильному образованию, связанному с автомобильным транспортом, эксплуатацией автомобилей. Так вот в этом году мы ожидаем двух студентов именно по этому профилю. В «Алмаздуртранс» можно устроиться не будучи стипендиатом и даже без опыта работы. В 2016 году в работу в подразделениях управления нашли 79 молодых работников. Из них половина не имела стажа. Наличие стажа, наверное, немаловажный фактор, но он никогда не ставился во главу угла. Где всегда не хватает рабочих рук, так это в муниципальных учреждениях. На работу ждут учителей, врачей, работников культуры и сельского хозяйства. Обучаться этим специальностям можно по целевой программе от районной администрации. В любом городе России, но с обязательным условием вернуться обратно. А возвращаться многие не хотят. Мы переубеждаем ребят. И это очень хорошо, когда ребенок возвращается в Ленский район. Помимо того, что у него есть уже образование высшее, ему предоставляется место работы. Пока в район вернулось только 16 специалистов, прошедшие целевое обучение от района. Но программа молодая, работает только с 2011 года. Сотрудники комитета по молодежной политике проводят профориентационную работу с сегодняшними школьниками. Возможно, они примут решение учиться по программе. Тогда район пополнится молодыми врачами и педагогами. Олеся Васева, Руслан Кириллов, Сергей Счастный. Телеканал «Алмазный край». Телеканал «Алмазный край»